Ирина Пятница вместе с шестилетним сыном давно посещают храм. Чаще в религиозные праздники, но после литургии. Женщина уверена, только в тишине можно осознанно помолиться. Сегодня большая радость. Впервые перед ее глазами главный лигозащитницы. Владимирский образ Пресвятой Богородицы. Об одной из самых почитаемых в русской православной церкви икон. Ирина знает практически все. Она спасала именно от нашествий татар. Потом, когда всякие войны были, они даже когда именно, насколько я помню, священник нес, обходил стены. Вот была осада. И враги подумали, что это пришло подкрепление. И ускакали. Она все время оберегала от войны нашествия. Икона появилась в Бобруйске не случайно. Благословение на ее перемещение из Афона в центр Покрова его представители получили во время паломничества еще полгода назад. До этого на нее много лет молились монахи на Святой Горе. Символично, что лишь 3 июня, в День памяти святого образа, икона стала достоянием верующих. Другой такой нет ни в одном местном приходе. Призвана она духовно возродить горожан. Богомладенец прижимается к своей матери. То есть это знак такой величайшей любви Бога к человеку. То есть Иисус Христос как Сын Божий и Его Мать как самая святая представительница человеческого рода. То есть Господь обнимает фактически в ее лице все человечество. Поэтому мы молимся о том, чтобы Господь помиловал нас, Господь простил нас. То есть люди молятся прежде всего о прощении собственных грехов, о какой-то, может быть, неправдах в своей жизни. В домовом храме Покрова есть еще одна святыня с горы Афон. Ей, в отличие от представленной версии Владимирской, больше двух сотен лет. Ее называем млекопитательница. Молоко питает, то есть переводит, то есть кормящая мама. То есть к этой иконе вообще прибегают христиане в молитве за детей, за семьи, за кормящих мам, за беременных женщин. То есть это та икона, которая очень олицетворяет именно материнство. Молиться у Владимирского образа при Святой Богородице прихожане храма пока могут только по субботам в 9.00. Вскоре для иконы планируют построить киот и уже с сентября. Просить защиты можно будет в любое время. Святыня здесь останется навсегда. Ангелина Дикон, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.